добрый день дорогие друзья канал кишинев молдова приветствует вас из болгарии из варны в данный момент курорт константин и елена остановка марик здесь за моей спиной вот так вот будет точнее находится знаменитая вилла джой миронки про которые многим рассказывал который сейчас посетил и здесь я размещусь на днях и со временем я сниму репортаж об этой вилле об условиях и о том что находится вокруг а сейчас я пойду и вы реально увидите насколько близко от этой вилла остановка и шоссе на варну до варны 8 километров сегодня 1 ноября и я как всегда не имел намерений снять какой-то репортаж но меня зацепил вот этот вот сначала скажу вот это дерево а кто угадает как оно называется я не могу сдержаться я скажу что это такое это сибирский тис ягодный и в него очень интересные плоды я об этом узнал в арне потому что в кишиневе они не растут это теплолюбивое растение и у него в ноябре в декабре январе появляются такие плоды интересные красненькие я сейчас их не наблюдаю но вот этот тис ягодный вот я всегда когда занимался деревом еще очень очень давно любил шутить вот это мебель или резьба сделана из сибирского киса оказывается это этот сибирский тис я увидел через 15 лет после того как я начал употреблять его названиях вот эта улица 17 здесь на курорте константина елена улицы идут по номерам нету названий там улица петроградская допустим булочная ореховая нет здесь 17 15 14 17 ну и ориентир привязка этих улиц идет по остановкам этом каждая остановка имеет свое название наша остановка называется ма рек на болгарском спирка спирка как остановка до спирка марик очень красивая интересная растительность вот этот вот volkswagen наблюдаю уже много много лет как этот ford и citroen они такие унифицированные тени универсалы какие большие кипарисы но это юг эти кипарисы громадные он не знает сколько метров метров 15-20 и вот видите там впереди уже видно шоссе и сразу влево за углом остановка на варну центр очень много автобусов они всегда свободны и всегда есть места билет в городском транспорте варне стоит один лев для ориентировки 1 евро ну 1 95 ну ориентируйтесь на два лево чтобы было легче пересчитывать а для моих земляков из кишинева и молдавии один лев это ровно почти то же самое 10 лей получается транспорт дороже три с половиной три три с чем-то раз дороже общественный транспорт соответственно такси здесь поэтому и дешевле сюда я приехал на такси по цене билета на автобус подъезжает таксист к остановке это здесь закон если он едет на заказ на золотые пески кстати за золотых песков 8 километров влево варна вправо и вот он подъезжает к остановке и предлагает кому куда золотые пески константина елена по старому этот курорт называется дружба и тут цена варьируется вот до дружбы городская цена билета а уже золотые пески дороже хотя до золотых 8 километров а билет стоит в два с половиной раза дороже даже в три вот здесь шоссе видите вот там остановочка вот видна реклама здесь кругом всякие отели очень интересно до моря где-то 700 600 метров вот туда в ту сторону моря там варна 8 километров для кишиневцев ориентир 8 километров это как от завода альфы до вестернечен ориентир 7 8 километров вот подземный переход напротив остановка вон там напротив и подземный переход и вот там за подземным переходом сразу влево такой круглосуточный магазин супермаркетом я его не хочу называть просто магазин в котором все 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 есть и наверное я сейчас ради экстра пройдусь с вами до этого магазина может быть я увижу кого-то из своих старинных друзей я же здесь постоянно останавливаюсь и приобрел немало разных интересных знакомых да здесь кстати вот на этой деле отдыхал мой сослуживец и многие свои приехали вот он не любит молдавское телевидение представляете ай-яй-яй-яй обычно все радуются вот характерный такой не очень характерный такой пейзаж да такие дома архитектура здесь отличается она очень разнообразная какая-то знаете у нас как-то более помпезно вот так вот по-сельски помпезно здесь как-то интереснее дома строят больше они отличаются один от другого нет а вот этих вот дворцов таких заборов есть дворцы но они очень интересные и вот площадочка тут здесь такой рыбный бар магазин не знаю как это назвать здесь продаются морепродукты и есть можно перекусить видите морепродуктами первое второе вещь вот и раз к такая можно присесть но мы а вот тут тоже на той стороне видите вот заведение было мы там со славиком рустиновым и его женой волей пили кофе слава воля привет в эстонии вам константин и елена по старому этот курорт назывался дружба советских времен и вот до сих пор называют многие дружбы никак не константин елена или просто константин и вот наш магазин магазин называется магазин называется забыл вот такой характерный болгарский магазин обожаю такие места и вот видите там та же самая кофе машина тут называют кофе аппараты кофе машиной вот такой вход пленочка и там видите стульчики разнокалиберные кто-то уже сидит сейчас я иду туда возьму себе кофе может кого-то увижу из своих знакомых видите как интересно а магазин забыл как называется ну ладно и покажу вам вот вид с этой площадке перед магазином какой очень здесь спокойно уютно все по-родному общем ну мне это родные места конечно я здесь уже столько лет не живу постоянно но просто очень часто приходилось тут бывать работал уже на константине фотографом на дружбе работал фотограф часто бывало здесь вот вот сразу сходу меня тепло встретили вот видите здесь какие стульчики все по-простому все как у нас привыкли говорить европейски мне лично очень нравится тут сидела продавщица я говорю вот так и так у меня 2 лево это 20 лей молдавских аппарат дает задача на год не всегда лучше давайте я вам размере пошла сама в магазин вытащила мне 22 полевчик у принесла и вот здесь посмотрите цены внимательно посмотрите цены какие интересные какой выбор видите вот плохо видно я вам скажу что вот эспрессо тут нету американо видите что написано эспрессо слева наверху эспрессо крису это короткая то есть такое для ценителей кофе эспрессо нормально это среднее эспрессо долго то что в кишиневе называют американо здесь нету слов американо здесь есть длинная кофе ну большое кофе потом идет капучино мапучино трали вали эспрессо с молоком не с кафе с кофеин не с кафе длинная с кофеином без кофеина молоко в шоколаде шейк мейк самая большая цена обратите внимание 7070 лево это 70 статинок это семь лей семь лей самое дорогое кофе семь лей семь лей до моря 700 метров курорт спокойствие в кишиневе восемь лей девять лей десять лей здесь семь лей но это семь лей самое дорогое моё кофе стоит внимательно 50 статинок это 5 лей 5 лей в этом месте где природа как фиалти кипарисы елки тис ягодный просто прелесть мне лично здесь нравится лафа не такое чувство что я здесь жил постоянно вот вам такой привет из варны сейчас засвидетельствуем себя опа камера вот он я сейчас возьму кофе попью кофе если получится под снимать из автобуса до варны а чё не будет но место будет всегда только не знаю с какой стороны сесть слева или справа и потому что мне делали сюда замечание а чё вы едете и снимаете с левой стороны по ходу движения троллейбуса или там автобуса вы бы сели справа от люди недовольные тем даже с какой стороны я сижу и снимаю видео хотя они должны быть довольны в принципе тем что это видео выходит большой вам привет из болгарии как здесь говорят до виждане до чуване услышимся увидимся в переводе от начали сижу на остановке уже минут 15 за это время успешно познакомился с одной болгаркой спросил у нее как на ж.д. вокзал попасть по болгарски жпгара она звонит подруге узнает и оказывается она вообще не изварная из пловдива какие приятные люди контактные обменялись а фейсбуками и она пришла узнать историю историю курорка дружбы константина елена я дал ей телефон своих друзей своего друга таксиста наш к и познакомился еще с одной семейной парой которые болгары тоже не из варны а из пловдива вообще-то они приехали из лондона вот так вот сейчас вам поверну камеру и покажу что я вижу с остановки вот туда вы уже знаете прекрасно золотые пески 8 километров туда вниз к морю 700 метров море и вправо варна варна я жду автобус хочу посмотреть на варнинский ж.д. вокзал на котором я раньше очень много и часто бывал когда друг эмиль имел там магазинчик